Ну что, друзья, всем доброе утро! Добро пожаловать в мой свежий влог! Хотелось бы начать с того, что сейчас очень неблагоприятное время для того, чтобы выкладывать какой-либо развлекательный контент. Но я долго думала и поняла, что мы все равно все продолжаем жить, нам все равно нужен тот контент, который мы раньше потребляли, потому что вот этот термин, который называется drumscrolling или doomscrolling, который впервые появился во время ковида, люди попадают вот в этот капкан, вот в эту зависимость от каких-то плохих новостей, что не очень положительно сказывается на их здоровье, на их каком-то благополучии, на их настроении в конце концов в течение дня. Я, безусловно, тоже читаю новости, смотрю все, что происходит, но делаю это очень дозированно, и стараюсь по вечерам, по утрам смотреть какой-то более такой легкий контент. Вечером я смотрю сериалы, либо художественные фильмы, а утром я смотрю обычные блоги обычных людей, слежу за их жизнью, потому что на самом-то деле единственное, как оказалось, что мы можем контролировать, это собственную жизнь, это то, что мы покушаем на завтрак, это наша квартира, то, как здесь все убрано чисто, все на своих полочках, это реально единственное, что мы можем держать под контролем. Все остальное, работу, финансы, путешествия, планы, все в один момент просто рушится, и ты ничего не можешь с этим сделать. И все, что ты можешь сделать, это по полочкам устроить свою повседневную жизнь так, чтобы наша нервная система была хотя бы в спокойствии от того, что мы знаем, что мы будем делать завтра. Мне кажется, мы можем ей помочь, устраивая свою повседневную жизнь так, чтобы ее успокоить, чтобы хотя бы за какой-то завтрашний, послезавтрашний день она не переживала, чтобы все было предсказуемо и понятно. В общем, погнали! Я пью свой утренний растворимый американо из кружки Starbucks. Дальше я пью каждое утро вот такие витамины. Это омега-3. У меня сильно подсохла кожа после отпуска. Кожа от солнышка, от загара, волосы, соответственно, тоже. И купила до санкции салгар. Я не знаю, насколько реально их сейчас еще где-то достать. с Ким Нейлсен Хэр. Мне очень много кто про них рассказывал, советовал, что волосы растут. Пью их больше двух недель, уже скоро месяц. Из моих наблюдений по волосам все так же. Возможно, они стали длиннее, но не гуще. Кожа стала чуть лучше. То есть у меня такая сухая кожа, очень часто шелушится. Мне кажется, что она стала чуть более напитанной. Но, возможно, это из омеги. У меня страшно. Стали расти ногти. Они постоянно вырастают вот такие длиннющие. Поэтому я решила пока снять эти маникюр. Хотя я очень хочу сделать красный. В общем, на ногти в первую очередь влияет. Влияет на рост волос на теле. Потому что я ходила на лазер. У меня вообще уже на ногах не было никаких волос. Там бикини, подмышки. В общем, все начинает возобновляться. Аккуратней. Тут палка о двух концах. Нужно выбирать меньшее из двух зол. И возобновлять походы на лазер. Ну все. Всем хорошего денечка. Я буду завтракать. И погнали дальше во влог. Ну что, всем приветики. Я нахожусь в Хамовниках. На улице в Москве уже весна. Сегодня такое солнышко. И, в общем, решили мы сходить в очень классное одно местечко. Соленое, как обычно. Сейчас вам все поднимаю. Ну все, мы расположились, как обычно. По моей любимой традиции я сейчас буду показывать вам. Ну, а в конце я буду показывать еще. А, вот, я хочу тартару с говядиной, бриошь, пармезан. Мне кажется, это очень вкусно. Ты видела куриный паштет с шоколадом и вишневым соном? Да, да. Кстати, это тоже есть в Инстаграм. Это тоже, наверное, вкусно. Иберико 24 месяца. Короче, у нас квест мы расшифровываем название. Алена говорит, что такое... Тупинамбур. Да, когда ты видишь хотя бы слово паста, ты такой уже, о, все, буду. Ну, потому что вот этот, тупинамбур, бракамоли и фета... Ну, бракамоли, это, наверное, как гуакамоли, только из брокколи. А, ну вот, видите, это кроссворд, этот мы отгадали. Я однозначно хочу такие стаканчики в мансару. Нам тоже очень по цветотипу такое подходит. Может быть, и брон туалоса тебе не нравится? Нет, вообще выглядит, как обрезанная бутылка. Что ложки вот такого бренда здесь. Мне кажется, просто реально в мансару такие вот еще цветом подходят ленюшки. Алена, что такое? Вообще, смотрите, это 25. Да, 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 это таблетница и колесо жизненного баланса. Сейчас будем оценивать, в какой сфере у нас что проседает. Прикольная вещь. Кстати, я сразу Алене сказала, что это было на марафоне о Глиновской. Не смейтесь, но я его проходила очень-очень давно, на бесплатной неделе. Мне кажется, всем блогерам писали про этот марафон, чтобы его можно было типа пройти. Любому блогеру бесплатно. За рекомендацию Елены Глиновской в своем инстаграме. Там было про мусор, про колесо жизненного баланса. И все вот эти шаги, про которые знают уже абсолютно все из любой книжки. А ты думала, она сейчас запустила платные сторис, что она просто молчит? Да. Да, 10 тысяч стоит сторис. И она просто молчит и не хочет. Я такая, ну что вам рассказать? Ну сегодня ничего не произошло. Ее можно просто ехать в машине и молчать. Это не в смысле, я не куплю, а я не спросила. Да блин, потому что она гениальна, ракетолог и предприниматель, потому что только такой человек может продавать свои сторис за такие деньги. Время фото. Да, одела специально под шопер. Спасибо. Ну что, нам принесли наше блюдо. У меня вот такой тартар из говядины на приоши с каким-то там соусом. Алена, как всегда, на зеленом салате, но у тебя с крабомом. Привет. Тут креветки? Не густили. Ой, вкусно. Выглядит, кстати, очень красиво. А сколько мы ждали? Мин сорок? Слуга. Мы даже ждали больше, пока к нам подойдет указ принять. Ну да, был такой момент. Кстати, знаешь, что тут? Тут вот эти салфетки арматные в туалете, которыми руки вытираешь, они пахнут дорогими парфюмом. Вы смотрите, какое у меня прям сырое мясо. Ну, вкусно. Болка тоже вкусная. Вот это какой-то мусс пузырьковый. Вкусное мясо. Я не знаю, поправьте меня, если это не так, но мне кажется, все девочки заказывают десерт на двоих. Мы всегда, когда ходим с девчонками, с Анжеликой, с Аленой. Всегда. Ну и десертик пополам. Добавил вам счет. У нас счет вышел 2600. Ну, а двоих это два блюда, десерт, несколько чашек кофе. Вот. И очень красивая у них визитка такая плотненькая. Ну что, всем приветики. Сегодня нас ждет небольшой анпайдинг, потому что я вернулась из магазина. Отстояли просто в сумасшедших очередях в Юникло, потому что всем нужны базовые футболки, и всем нужны базовые вещи. Вот. Еще кое-что успела себе взять Виктория Сикрет. Начнем, наверное, вот с этого красивого пакетика. Виктория Сикрет взяла себе вот такой вот лосьон для тела. Они очень ароматные, классные. Действуются они, стоили по скидке 799 рублей. Дальше. Юникло. Обожаю их базовые водолазки. У меня уже есть такие водолазки в бежем и в черном цвете. У них очень классное качество. Они не закатываются, не портятся. И стоимость у них 1999 рублей. Вообще, базовая вещь. Я считаю, что нужно иметь такую темную, светлую и какую-то нейтральную абсолютно всем. Тем более, что вещь реально на года. Класс себе треники. Я подумала, что вот в таком графитовом свете будет удачнее всего. Стоимость у них... Сейчас покажу. Стоимость у них тоже 1999 рублей. Размер XS. Водолазки тоже беру XS. Вот. Намечалась очень классная поездка. Не знаю, состоится или нет. В общем, они мне нужны туда. Ну и, конечно же, гвоздь программы. Ротенькие. Так хорошо держат форму. Я люблю брать размер L. Вот. У меня уже есть черная L. Черную решила в размере M взять. Стоимость у них 999 рублей. Я беру в женском отделе. Но беру L. Вот такие. M. Сейчас померила черную. Она прям... Ну, короче, как-то немножко не стильно смотрится. Просто под какую-то рубашку, да. А вот L. Они, конечно, очень классно сидят. В общем, L сидят круто. Мне нравится. Жалею, что не взяла больше. И стратегические запасы по гардеробу. Так больше особо я ничего не закупала. Весь уход у меня, в принципе, есть. Поэтому будем смотреть, что будет дальше. Вот. Такой вот unpacking.